Ну вот, не успеешь отойти от одного, появляется другой дурачок, они просто как из табакерки выскакивают один за другим. Есть такой сумасшедший какой-то в российской госдури, зовут его Милонов, наверняка личность известная. Так вот, этот господин во время проведения крестного хода около Исаакиевского собора, он нужно еще раз сказать, что это не просто человек, это депутат Государственной Думы, то есть законодатель. И вот он, значит, произносит такую фразу. Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям. Он также добавил, что если бы не новые антипопы, антигопоны, провокаторы, то ничего бы не было, никаких протестов. Кроме того, Милонов заявил, что руководство музея Исаакиевский собор получает зарплату по полмиллиона. Напомним, в Санкт-Петербурге 12 февраля прошла акция протеста против передачи Исаакиевского собора в ведении РПЦ. Если кто не знает, Исаакиевский собор никогда не принадлежал православной церкви. Она прошла в формате встречи горожан с депутатами Законодательного собрания Петербурга Борисом Вишневским и Максимом Резником. Участники акции окружили Исаакий кольцом и несколько раз прошли вокруг него хороводом. В акции приняли участие более полутора тысяч человек. В то время как незадолго до этого в креслом ходе за передачу собора РПЦ приняли участие порядка 500 человек. В том числе депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Красавец просто. Теперь для тех, кто вообще ничего не шарит в религии и кто до сих пор пользуется такими словами, как жиды, жидомасоны, еврейские рожи и так далее. У меня уже был ролик по этому поводу. Первое, что я хочу сказать, чтобы вы сразу это поняли. Я не еврей. Я повторяю, я не еврей. Я немец по национальности, но я занимаюсь религией. Так вот, я хочу вам сказать, господа, для тех, кто до сих пор не шарит в этой истории. Первое. У вас Бог еврей. То есть Иисус Христос по имени Иешуа, если кто-то не в курсе, это еврейский парень, еврейский плотник. У него и папа, и мама были евреями. Он обрезался на восьмой день. Он принял водное крещение, как это было принято тогда, в те времена. Между прочим, среди евреев. Более того, ваша книга, которая наверняка присутствует на многих полках, так называемая Библия, это еврейская книга, и в ней еврейский свод законов. Так что начинайте разбираться с самого начала. И не надо говорить, что у Бога нет национальности. У Бога есть национальность, если вообще Бог есть. Посмотрите на физиономию Будды, посмотрите или послушайте, как описывают Бога Кришну. Послушайте своих предков, которые описывали Бога Перуна. Посмотрите на греческих богов. И так у них у всех были типичные национальные черты. Так что мы сходимся либо на одном, что Бог для всех одинаков, либо мы сходимся на том, что Бог принадлежит какой-то национальности. Те, кто немножко больше знает в религии, те знают, что три основные религии, это иудейская, мусульманская и христианская, считаются религиями одного корня. То есть это арамические религии. Что это значит? Арамические, извиняюсь. Что это значит? Это значит, что в основе этих религий, у всех трех религий, принимается Арам как человек, основавший народ, после передавший людям вот этот свод законов, который мы знаем дальше как Пятигнижье Моисея. Итак, Арам принят во всех трех религиях как про-отец, как великий пророк. Другими словами, вы не задумываетесь о том, что когда вы говорите «не убей», «почитай родителей», «не укради», «верь в единого Бога», то что вы ничто другое не делаете, вы пересказываете еврейский свод законов. Вот может быть у русских был свой русский свод законов. Мне это мало известно. Ведическая культура, которую выдают сейчас за русскую культуру, мне, честно говоря, далека. Я немножко об этом читал, но очень много об этом сказать не могу. Я одно могу сказать, что та религия, которая сейчас есть в России, это абсолютно 100% еврейская религия. Так что на этом успокойтесь, поймите этот факт и успокойтесь. Теперь второй, самый главный пункт, который всегда преследует всех сумасшедших, зараженных антисемитизмом. Они всегда повторяют одну и ту же чушь, что Иисуса Христа, бедного пророка, и вообще-то в христианской религии это Бог, его распяли евреи. За это они якобы расплачиваются и так далее. Так вот, открываем Библию и читаем, что Иисус был очень почитаем, его очень хорошо принимали, за ним шли люди, в то время было очень много подобных людей, которые выдавали себя за Машиаха. И вообще идея прихода Машиаха, она всегда, Мессия по-другому, она всегда была в еврейском народе. И вот все у этого плотника шло замечательно, по крайней мере, ну как описывают это его ученики и апостолы, до момента, когда в один прекрасный момент в своей очередной проповеди он назвал себя Богом. На этом самом была поставлена жирная точка, потому что для евреев первая основная заповедь, что Бог един, Он один и не другого. Никакой Сын Божий, никакой апостол, никакой пророк не может быть Богом. Бог только один, все остальные самозванцы. Как только Иисус Христос сказал это, Его решили дважды, дважды в Библии указывается в двух местах, когда Его решили побить камнями и предать Его еврейской казни, так как то, что Он сказал, это богохольство, и это считалось смертным грехом. Но, когда евреи всегда очень четко действовали по законам, когда они обсудили этот вопрос Синедрионе, было принято решение не убивать его. Они отдали его в руки римлянам, потому что он был возмутителем порядка, и решили, что пусть римляне сами решат судьбу этого еврейского парня. Итак, когда Иисус шел с перекладиной на свое место в Голгофу, Он шел на римское место казни. Его сопровождали римские войны, и как во всех странах, естественно, там были зрители, которые на все это смотрели. Друзья мои, поймите, если бы евреи убивали Иисуса Христа, они бы убили Его так, как стоит в Торе, то есть они забили бы Его камнями. И никак по-другому они убивать не могли. Это не русские, это не китайцы, которые защрялись в своих казнях. Евреи всегда следовали Бог и закон, они даже курицу не могут убить, не так, как не стоит в Торе. И поэтому, если бы убивали еврея Иисуса, они бы забили Его камнями. Почему? Потому что евреи не хотят принимать кровь на свои руки, и таким самым они не вешали людей, они не резали им горло, они с ними ничего не делали. Они забивали Его камнями, то есть закладывали, условно говоря, камнями труп человека и все. И считалось, что они человека наказали, но так как они все стоят в этот момент, ни на ком конкретно кровь на руках этого человека не остается. Таким образом, когда перекладину подняли на этот столб, стоящий на Голгофе, свершилась казнь, совершенная при судействе Понтия Пилата, если такая фигура вообще существовала, если вы вообще верите в то, что эта сцена была, при его решении, исполненной римскими солдатами на римский манер. Теперь кто мне может сказать, или какой идиот мне может сказать, что евреи убили Иисуса Христа? Это абсолютная ерунда. Поэтому по этому поводу можете легко успокоиться. Евреи не претендуют на вашу религию. Им не нужна ни православная, ни католическая, ни любая другая. У них есть своя прекрасная религия, которая, кстати, я считаю, самая глуманная, в которой человек имеет настоящую надежду. Я сейчас не пропагандирую за иудаизм. Ради Бога, не вступайте, не интересуйтесь ничего, оставайтесь в своей религии. Но просто я вам хочу сказать, что еврейская религия намного древнее русской религии. И в ней все заложено, все то, что потом переняли и мусульмане, и христиане, и буддисты. Я имею в виду, что касается реинкарнации. И поэтому у евреев нет необходимости посягать ни на одну другую культуру. Они заняты собой. Этот народ, который находится сам в себе. И поймите, что ваша ненависть к евреям, она не основана вообще ни на чем. Если они умнее вас, если они более талантливее, это говорит только о том, что вы должны стать лучше, чем они. Если они стараются занимать интеллигентные профессии, стараются работать больше мозгами, чем руками, так извините, господа, кто из них виноват? Вы или они, что они хотят жить лучше? Евреи создали свое государство. В этом государстве сейчас настоящая сказка. Эта страна живет замечательно, несмотря на то, что она окружена врагами. Евреи показали, что они могут работать не только головой, но и руками. Еще раз, для тех, кто не понял с самого начала, я не еврей и никак к евреям не отношусь. Но меня бесит, что в современном мире, в 2017 году, такая тема, как антисемитизм, еще поднимается и находятся отдельные сумасшедшие, которые продолжают эту тему педалировать. На этом все. Удачи вам!